Сегодня 12 сентября. 12 сентября 1919 года в Самаре на Всесвятском кладбище, находившемся недалеко от железнодорожного вокзала, с отдачей всех воинских почестей был похоронен герой гражданской войны Николай Александрович Щорс. Красный командир был убит в бою за сотни километров отсюда, на Украине, и для историков до сих пор остается загадкой, почему его тело предали земле именно в Самаре. Сегодня имя Николая Александровича Щорса носит один из самарских парков и улица в Кировском районе областного центра. 12 сентября 1959 года с космодрома Байконур стартовала ракета «Восток-Л», которая вывела в полет станцию «Луна-2». Уже через двое суток она совершила жесткую посадку на поверхности естественного спутника Земли. Это событие стало важным шагом в осуществлении Советским Союзом программы изучения Луны, когда Сергеем Павловичем Королевым была создана кооперация фирм, составивших вскоре опору ракетно-космического комплекса страны. 12 сентября в разные годы были рождены польский писатель, футуролог, философ и публицист Станислав Лем, выдающийся советские и российские скрипачи и дирижер Владимир Спиваков. Прославленная фигуристка, обладательница множества спортивных наград Ирина Роднина, любимая многими актриса театра и кино, режиссер Татьяна Доронина и другие знаменитости. По народному календарю сегодня день Александра Сытника. В этот день на Руси было принято накрывать богатые столы, собирать гостей, устраивать пиры. Хозяйки готовили сытную кашу, ячменную на молоке и, конечно, подавали на стол свежий хлеб из зерна нового урожая. Это были лишь некоторые интересные события, случившиеся 12 сентября. Всего вам самого доброго!